Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же ускорить ваше Android устройство. Да-да, сегодня необычное видео, вроде бы все конкретное о технике Apple, о возможностях, но, как я заметил, у меня очень много подписчиков именно с устройствами Android. И поэтому ради вас я решил сделать такой классный обзорчик и раскрыть вам небольшой потенциал ваших устройств. Начнем с того, что есть такие устройства, которые поддерживают root-права. Есть уже по умолчанию установленные, есть вообще устройства, которые не предназначены для root-прав и невозможно их установить, это практически невозможно. Что оно дает? Root-права раскрывает весь потенциал ваших Android устройств. Вам нужно скачать root-права, если же они у вас не установлены, это права суперпользователя. Пишите просто kingroot. Вот, после того, как вы установите, там процесс обычный, установили, зашли, нажали, то есть пройдет процесс загрузки, и все, у вас появится окошко с kingroot. Дальше, это если у вас его нет, и вам нужно установить. Если есть, вам нужно будет всего три приложения. Это No Frills CPU Control, SD Booster и Griffiny. То есть, что эти три приложения дают? Давайте начнем все пошагово, постепенно. Вот, зайдем мы сюда. Вот, допустим, сюда мы впишем именно как раз No Frills CPU Control. Это именно то, что даст вам, ускорит частоту вашего процессора. No Frills CPU Control и вам выйдет вот такие приложения. Тут это не имеет значения. Вы можете скачать самый первый. Скачиваете и что делаете? То есть, минимальная частота будет показана и максимальная частота. Ставите минимальную, допустим, если у вас максимальная частота 1,5, ставите где-то минимальную 1,2, максимальную ставите на максимальную, та, которая у вас. Это для того, чтобы ваше устройство всегда работало на максимуме, имеется в виду, то есть минимальной и максимум частоты, чтобы оно не тормозило и принимало все функции очень быстро. То есть, это первое приложение. Следующее приложение – это Griffiny. Griffiny – это для того, чтобы заморозить все те приложения, которыми вы не пользуетесь. То есть, не работали в фоне, не занимали вашу оперативную память. То есть, по умолчанию Android сам по себе все процессы запущены на 50%, скажем так. Поэтому занимает много оперативки и тому подобное. Еще одно приложение – это SD Booster. SD Booster, сейчас мы пропишем, это для того, чтобы ускорить вашу память. Как на внутреннее накопление, так и на установленное с внешних источников, то есть, SD карта. Вот, мы сейчас таки пропишем SD Booster. Вот, что нам выбьет. Вот, вот этот самый первый, вот этот SD Booster. Зайдете, так же самое. Все, когда каждое приложение вы будете запускать, вам нужно будет подтверждать эти же root права, если же не установлены. То есть, опять же, выставляете так, вбиваете в это вот окошко, ставите здесь все три галочки. Здесь вбиваете по умолчанию, начинайте с 512, пока у вас вот здесь, где 128 красным, не будет зеленым. И только тогда вам нужно будет применять эти все настройки, вот, и они приимутся. То есть, так же перейдете в это меню, нажмете все три, вот, и прожмете зеленую птичку, и это все будет работать по умолчанию. То есть, запомните. No Frills, CPM Control для того, чтобы частота была выше, чем средняя и под максимальную. SD Booster, чтобы ускорить ваше чтение данной SD карты. И Griffiny для того, чтобы можно было заморозить те приложения, которыми вы не пользуетесь. Вот, и это все поспособствует тому, что ваше устройство будет летать. И забудете вообще, что такое лагучий какой-то ваш нам любимый Android телефончик. Вот, в принципе, и все. Я все эти данные запишу, конечно же, под видео, но ссылки буду выкладывать в комментарии под видео, закреплю. Она будет самая верхняя, чтобы вы не путались. Сразу же перейдете и скачаете нужные вам приложения. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать на мои видео новое. И так же на соцсети подписывайтесь, чтобы владеть всей информацией. Субтитры сделал DimaTorzok